21.08.2024 год. Высоединяем Соскин на Большем канале. Сейчас, я думаю, такие дни будут очень сложные, очень сложные, динамичные. И поэтому стоит к ним готовиться и не думать, что можно где-то там засунуть, как такое выражение есть, говорит, засунул в песок голову, как страус. Вот этого делать не надо. Я не думаю, что страус так делает, но мало ли. И, конечно, не стоит, как в Австралии, скакать, как кенгуру или кролики. Надо иметь холодную голову, быть осторожным и лучше подальше, подальше от линии столкновения. Видите, там в 30 километрах от этой линии мясорубки попала ракета в Запорожской области, в селе, в детское кафе. Трагедия какая произошла, там Федоров сказал, по детям. Возникает вопрос, а зачем родители там с детьми сидят? Ну, наверное, родителям пора смотреть YouTube обязательно и смотреть независимых экспертов, а не всяких там хабалок, растягалок, кошелки всякие, которые за наши деньги жрут наши народные деньги, им дают. И это называется шмарафоном. Смотрите тех, которые независимые, которые их можно найти. Смотрите то, что они делают анализы. Это же не просто так, голословные утверждения. Это нормальный, серьезный анализ. И вы тогда, ваша задача просто сегодня думать о себе, о своем физическом выживании и своих близких, и своих детей, естественно. Поэтому вытащите вот головы там, я понимаю, сейчас тяжелая очень жизнь, очень все сложно. Но совершенно безумие, когда люди сидят, например, вот на этих где-то там даже до 100 километров от линии мясорубки с детьми, с семьями, и думают, что до них не долетит или не придет в Украине. Это вообще абсолютно недопустимо. Про Москву молчу, это как бы их дело. Кстати, сейчас белорусам советую, ну советовать нельзя, но так бы как бы высказал предположение, что те, кто живут вот на этой линии возле там Украина, Черниговская область, там, да, Брянская область, с России, вы оттуда выезжайте. Беларусь уже начнет подгорать. Уже к этому все идет. Вы должны войти нормально в эту мясорубку. Ваше время мирной жизни, вот, когда вы так себе тихонечко там откормились, оно уже закончилось, все. Приходит время взрыва всего в Беларуси. То есть Беларусь подходит под раздачу. Ваша очередь приближается. Поэтому могу сказать только тем, которые вот там находятся, да, вот, пока на этой линии, на этой духе такой, да, как бумеранговой. Чернигов, это Брянская область. Бегите, особенно с Брянской области, возле Брянской области там бегите, бегите и бегите. Ну, увидите. Это скоро будет. Сентябрь самое позже. Может, даже в августе еще. Но в сентябре обязательно должно быть. Потому что программа поменялась. Вот давайте, про это я вам попытаюсь рассказать. Много сделал сегодня видео про ситуацию в целом. Про Путина, про этот, Чечню и так далее. Про все эти. Диму Медведева. Вот. Ну, это такое. Это важно. Но есть еще более важное событие. Смотрите. И так уже, как бы, все начинают осознавать, что в самом деле украинская армия зашла на территорию материковой России. И ее, так сказать, вроде исторической, легитимной территории. И потихоньку закрепляется там и расширяет свой плацдарм. Ну, и это все становится все более стационарно. И горизонт Зеленского растет жизненный в этом направлении реальности. То есть, формируется новая реальность. Что делает Путин? Путин и его руководство делают вид, что они этого не замечают. Вот. Как будто этого ничего нет. Он поехал в Азербайджан, там, в госвизит, там, там, походил, там, в храмы зашел, икону подарил, там, еще всякое, там, ему подарили. Там, там, первый спас, там, фрукты, овощи. Потом поехал в Кабардино-Балкарию, да, вот, так сказать, сумел он там. Там, там, все нормально, в отличие от президента Ирана Раиси, да, которого вертолет нашел гору или гора нашла вертолет. Вот. Что ж столько перебить уже мужчины, женщины, детей перебили. То есть, каких-то, как бы, разные Путины. Там один Путин, тут другой Путин, там, третий, тут, ну, типа, зацикленный каких-то на террористах, укра-нацистах. Дальше ситуация идет, поехал же в Чечню, туда, в эту Ичкерию, там, Рамзан его встречал прямо возле дверей этого его авиасредства, тоже там ему напоказывал этот весь район и так далее. Ну, и, как бы, вот где-то что-то есть, а у нас тут нет. Интересно, он залетит в Грузию или нет? В Южную Осетию полетит в Абхазию или нет? Потому что он там же рядом. Это было бы очень знаково. Потому что он сейчас может в Грузии, как известно, заявлено, вот, лидерами этой мечты, молодежью этой, как это, Кабахидзе, да? Кабахидзе, премьер-министром, что, в принципе, они, ну, во-первых, они обвинили этого, ой, боже мой, Саакашвили, что это он во всем виноват, что развязал войну с Российской Федерацией. Ну, так и есть, это же все, помните, да, это революция, там, роль Сороса и так далее, и Запада, и всего остального, как там она называлась, да? Ну, и теперь они заявили, что если мечта выиграет, то они запретят партию этого Саакашвили. Далее сильно наехали на президент, что это и Грузии они очень сильно, ну, будут бороться они там со всеми этими западными новшествами, типа, вот, которые были описаны в Библии, что произошло с Лотом и его семьей, и женой, когда они бежали из Содома и Гаморы. Вот, они сказали, что они тоже это все учтут. Далее очень важно, это то, что заявили, и вот заявили про мирное объединение Грузии с Абхазией и Южной Осетии. В принципе, ну, и тогда надо Конституцию изменить, тогда Конфедерация делается и так далее. Может это быть? Да, может. Вот, интересно, в данном случае, как Путин себя будет вести, то есть, он поедет в эти три региона или нет? Если поедет, тогда, может быть. Ну, Путину надо что-то конструктивное сделать, тем более, что ситуация для него очень тяжелая, очень тяжелая, по-любому. Ну, и не зря он поехал там, где, как говорится, была эта война, там, кажется, апостол Павел пишет, что, или Петр, не помню, в послании там есть, что пса всегда тянет на блевотину свою. Ну, говорят, преступника тянет на место преступления, да? Поехал в Чечню, там вообще никогда не был. Южную Осетию, если поедет, ну, посмотрим. Ну, с другой стороны, а что ему делать-то? Что ему там в Новогорёво сидеть? Тем более, ситуация на глазах просто распадается. То есть, Путин должен сделать сейчас что-то очень креативное. И если бы он поехал в Тбилиси и в Южную Осетию и, соответственно, Абхазию, и там бы, или сделал там где-то встречу, не обязательно в Тбилиси, в Абхазии, да, в Сухуми, например, в Сухуми, или что там, может, ошибаюсь, что-то. Сделал бы вдруг вот такую встречу, и туда бы приехал премьер-министр Грузии, и они бы встретились в Абхазии, Южной Осетии. Ну, я думаю, это было бы, это он бы перебил, конечно, очень серьёзно весь мировой поток информации. И там бы они подписали какой-нибудь там типа меморандум взаимопониманий. Ну, тогда, да, тогда бы Путин стал сразу миротворцем. То есть, есть Ястреб Зеленский, который вторгся на территорию Российской Федерации. И есть весь голубь из себя, в белом весь, такой пушистый Путин. Но это было бы фантастическое явление. Ну, посмотрим, кто его знает. Сейчас всё может быть. Вот. Вот такой бы я вам небольшой материал сделал. Способен Путин к этому или нет? Ну, и сейчас сделаю ещё один видео про Зеленского, про это вторжение в Курскую область и про хозяев. Все ощущают, что есть, как бы вот, со сценой есть какая-то другая рука, да? Но они как-то не могут это сформулировать. Ну, давайте я попробую сейчас высказать свою точку зрения. Василий Ванцовский на моём большем канале. До новых встреч.